Впервые в нашем городе парад военной техники. На площади военные расчеты. Понаблюдать за парадом пришли тысячи брещан и гостей. Здесь же руководство города и области. Гимн Республики Беларусь. И колонна начинает движение. Впереди подразделение 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Также во главе ветераны. Они настоящие герои этого праздника. Воспоминания о Дне Победы живы в их памяти до сих пор. Для меня очень радостно было. Очень радостно. Все. Конец. Войны. Живые, здоровые. Остались. Наверное, у меня нога была ранена. Там полежала немножко. Я в госпитале. Здесь вот немножко ранены были. Я был пацаном. Для меня фронт был на крыше. Где я сбрасывал зажигалки и фугаски. Вот так. А помнишь, каким-то День Победы тогда? Помню. В два часа ночи заговорил Левитан и сказал, война закончилась. И все... Я жил тогда в большом доме. В таком, знаете, ну, нельзя сказать барачного, но примерно такого типа. Все ринулись на улицу кричать «Ура!» На площади техника, стоящая на вооружении 111-й гвардейской артиллерийской бригады, 115-го зенитного ракетного полка, специализированная техника МВД и МЧС. Всего в колонии порядка 30 ее единиц. Далее шествие военнослужащих Брестского гарнизона, пограничников, кадетов, представителей Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Маршрут парада пролегает через сердце города, от площади Ленина и улицы Московской к Брестской крепости. Вспышки фотокамер, восхищенные взгляды и улыбки. На основное внимание приковано к ветеранам. Со слезами на глазах. Вот уж истинные слова. Потому что великий праздник, великий. Даже батюшка сейчас сказал, что великий праздник. Большего праздника, чем этот, нету. Чувствовать себя победителем. Мы победили. Нам тяжело было. Но мы победили. Малолетние узники, а также дети войны из тех давних пор прошло много лет. Но и сейчас одно из самых главных и важных пожеланий от них – это мирное небо над головой. Семья наша войну встретила в крепости. Вот в этом каземате, где мы прятались. А потом немцы взяли нас в плен. И плен взяли потому, что мы мешали нашим вести огонь. Мы где-то между немцами и нашими. Понимаете? То есть вы знаете, как досталась победа? Мы прошли и тюрьмы, и гетто. Все мы прошли. И вешали нас, расстреливали. Все мы это знаем. Поэтому это мы рассказываем сейчас молодежи. Чтобы они знали, чем нам победа досталась, как она досталась. И как ее, главное, ценить надо. Это мой праздник. Потому что я во время войны потеряла родителей. И сама была в концлагере Маутхаусен. Малолетний узник концлагеря фашизма. И поэтому для меня этот праздник очень много значит. Это действительно праздник со слезами на глазах. Когда хочется, чтобы все было хорошо. У меня уже и правнуки есть. И я хочу, чтобы у них было счастливое детство. Это много значит. И чтобы наша Беларусь процветала и была мирная небо над головой. Торжественный митинг в Брестской крепости предварило открытие знаменной группы. У входа в мемориал возвысились флаги Беларуси, Брестской области и Бреста. Для меня это особая честь сегодня поднимать флаг Брестской области, представляя ее молодежь. Ведь праздник 9 мая по праву можно назвать праздником единства поколений. Потому что в какой другой день, как сегодня, мне кажется, весь народ нашей страны сплочается, встает плечом к плечу, идет к памятным местам. И почитает тем самым память погибших героев. В каждой семье они есть. В моей семье не исключение. Поэтому сегодня я считаю своим долгом быть здесь. Ежегодно 9 мая в торжественном параде можно увидеть тысячи людей разных поколений. Участников акций «Беларусь помнит», которые несут потемневшие от времени фотографии и портреты своих родственников, победителей. Я сегодня в крепости с портрета моего дяди Проскетча Михаила Васильевича. Во время войны в составе партизанского отряда именно Чапаева он защищал Брестскую крепость и освобождал Брестскую область. И живет он под Минском. Я сама из Минской области, но всегда очень рад. Он умер, кстати, недавно ему 100 лет исполнилось. Он имеет ранения, награды боевые. И был всегда очень счастлив, когда его портрет приходил сюда, в эту Брестскую крепость, в этот праздник. И я счастлива сегодня с ним пройти снова. В этом году участие в акции «Беларусь помнит» приняли 5000 человек. И это не только брещание белорусы. В день Великой Победы многие люди преодолевают тысячи километров, приезжая сюда из разных стран, чтобы пронести фотографии своих родных по святой земле Брестской крепости, где началась война. Я пришла с фотографии своего дедушки. Вот один дедушка, у нас есть еще один дедушка. Мы пришли большой семьей, специально приехали из Германии на такой большой праздник. Я хочу показать своему мужу, что мы помним эти все события, никогда не забудем. Это очень важно. Чтить, уважать предков. И вообще, пусть наша молодежь смотрит и равняется тоже. Мы из Казахстана приехали специально пройтись с фотографиями дедов по Бресту, посетить Брестскую крепость. Семенов – это дед по отцовской линии, отцовский отец. Павлов – это мамин папа. Семенов был танкист, 2-й Беларуський фронт, а Павлов – он связист. От звонка до звонка. В финскую призван был дед Семенов, вернулся в 46-м, а Павлов вернулся уже после халкингола домой. Центральной точкой праздничных мероприятий стала Брестская крепость, где прошел торжественный митинг. Здесь собрались в этом году порядка 50 тысяч участников, как дань памяти тем, кто погиб, и тем, кто держал священную победу. Когда мы начали увековечивать память своих героев, своих родственников, своих близких, ставить, воздвигать памятники, скульптуры нашим победителям, вот это является, наверное, основой, что здесь всегда многолюдно, здесь всегда по-особому торжественно, ни одного слова не скажешь без этих волнительных, трепетных слов. Поэтому сегодня для Брещины, наверное, в первую очередь и для всей страны, где сегодня особо торжественно празднуется праздник Дня Победы, он, наверное, имеет самую такую значимую историю. А вот вереницы автобусов сегодня, туристов, насколько последние годы, особенно этот год, насколько он стал показателем, что есть история, есть у нас будущее. Мы, когда едины, мы всегда, конечно, и непобедимы. Поэтому люди это все понимают. И сегодня от Бреста до Владивостока это 11 тысяч километров, да. И я сегодня уверен, что здесь есть сегодня машины с этих регионов, которые приехали отдать честь, память тем людям, которые сегодня сражались в этой великой крепости. Именно здесь, в Брестской крепости, несмотря на весь трагизм обороны цитадели над Богом, в июне 1941 года свой первый шаг сделала Великая Победа. А потому в этот день и молодежь, и старики, и семьями, и поодиночке, группами, и целыми коллективами все устремляются в мемориальный комплекс. 9 мая я каждый раз бываю здесь, в святом месте, в Брестской крепости. И для меня этот праздник – это святое. Мы должны радоваться тому, что нам досталось вот такое мирное, ясное, солнечное, безоблачное небо. Для нас 9 мая – это праздник для нашего поколения, это очень большой праздник. Так как мы работаем в школе патриотического воспитания, сейчас должно быть на высшем уровне. Почему праздник и на глазах? У меня прадед погиб на этой войне. Поэтому мы сейчас детей учим того, что память наших предков надо чтить. В честь тех, кто не дожил до победы, но очень ждал, верил и надеялся, что наступит мирный день, были возложены цветы к вечному огню Брестской крепости. Нет таких слов, которые могли бы полностью выразить всю глубину признательности героям, спасшим без преувеличения весь мир от коричневой чумы. Низкий поклон ветеранам, ведь с каждым годом на земле все меньше остается солдат победы. В этот день в Брестской крепости звучали самые искренние слова благодарности в адрес тех, кто еще с нами. Ведь именно ветераны помнят, как непросто ковалась эта победа. Это праздник и для меня, и для моих родственников, и для моей семьи. Очень великий праздник. Война прошла для всего народа очень трудная. Я родился до войны, за год до войны. Мне не пришлось участвовать в войне, но я хорошо помню послевоенное время, как те вернувшиеся из войны инвалиды и инвалиды принимали активное участие в восстановлении всего народного хозяйства. И свидание трудности, которые легли на наш народ, наше государство, великий Советский Союз, было восстановлено сравнительно за короткий срок. 9 мая – священная дата. Дата гордости и славы, мужества и отваги, неразрывного единства и сплоченности нашего народа. В майские дни каждый белорус с благодарностью вспоминает тех, кто сражался на передовой, героически работал в тылу, оказывал сопротивление врагу. 9 мая – это праздник навсегда вписан в летопись нашей страны золотыми буквами. Он – сердце каждого из нас. Митинг, посвященный Великой Победе, завершился торжественным маршем военнослужащего Брестского гарнизона, пограничников, сотрудников силовых структур.